Покушение на экс-президента Дональда Трампа произошло сегодня В штате Пенсильвания В общем-то, вот эти кадры Которые Войдут в историю однозначно С них уже наделали скриншотов, фотографии И это, как уже говорят Лучшие предвыборные кадры Для победы Трампа Давайте подключим Нашего коллегу, бывшего журналиста Нью-Йорк Таймс На прямой связи с США к нам присоединяется Джон Вароли Джон, вечер Приветствую вас, да, не могу назвать это для Америки Добрым вечером Но вы один из немногих людей Кто постоянно в нашем общении И в наших прямых эфирах из США Говорили, что, слушайте Дойдет до крайности Вот она крайность Вот это попытка убийства Что в Белом доме? Ну, давай говорим жесткой правды Это террорист Джо Байден, он террорист Это человек, который заказывает много террористических таков Против вашей страны, например Мы прекрасно это знаем Это при Джо Байдена США стал главный спонсор терроризма в мире Это реально террористический режим в Вашингтоне Ну, это точно так Мы все знаем Я не сомневаюсь Что Джо Байден и Белый дом Стоит за это покушение на Дональд Трампа Кому это выгодно? Только Белому дому Дональд Трамп не войдет в Белом доме В конце января Но вы знаете Выборы в ноябре Но новый президент вступает в должность только в конце января И Джо Байден Трамп не войдет туда Его будет еще попытаться покушение на Дональд Трампа Я много раз говорю, что современный американский либерализм Это и есть новое воплощение нацизма Как вы думаете, вот этот момент, вот этот акцент Он же важен в таких вот деталях произошедшего То есть, по сути, какой нам посыл? Парень из Техаса хотел убить Трампа Республиканец хотел убить республиканца Это что? Как вот вы можете оценить вот подобное? Это может быть совпадением Или это все действительно подстроено? Или это конспирология опять какая-то? На данный момент у меня только информация Что это человек из движения Антифа Который Антифа это есть военное крыло демократической партии Если еще будут попытки покушения Насколько они могут стать катализаторами Для начала гражданской войны в США? Совершенная война Еще раз, я считаю, что они доживут Давай так Он вряд ли доживет до ноября Если он живет до ноября Тогда он победит Демпартия, наши либеральные аллергарки Не пустят его в Белом доме Абсолютно его не пустят туда Они не могут позволить Что Дональд Трамп будет в Белом доме Потому что если Дональд Трамп будет в Белом доме Он будет посадить наших аллергарков И они прекрасно понимают Все это Сорос и Блумберг и Джефф Пезос Они понимают, что ставка очень высокая Их собственная свобода и жизнь Поэтому они не могут терпеть победу Дональд Трампа Всем партия стоит за это покушение Помните, как Джим Керри, если я не ошибаюсь Копировал Байдена, да? И действительно мы видим, что Джо Байден расстреливает Как бы кого? Ну, своих оппонентов Как это можно понимать? Но, между прочим, если говорить полно серьезно Я считаю, что это может быть действительно Украинские спецслужбы Они могут тоже стоять за этим По заказу Белого дома По заказу нашей аллергарки Это может быть действительно Украинские спецслужбы Это более вероятная такая версия Кто знает И северные потоки Даже украинские спецслужбы Подорвали, как пишут западные СМИ Может быть действительно Увидим след какого-нибудь террориста Буданова И в этом деле Джон, спасибо вам большое Действительно непростой вечер Для всей Америки И у меня очень Очень Стойкое чувство Что это Начало непростого времени Для всего мира Джон Вароли Бывший корреспондент Нью-Йорк Таймс Наш рука коллега Был на прямой связи Из США Субтитры создавал DimaTorzok